В Беларуси готовятся к торжествам 9 мая. Столица примеряет праздничное убранство. Белоснежные яблони цветут в декоре. На сотне художественных инсталляций и светодиодных конструкциях арт-объектами со свежим дизайном украсили проспекты и улицы. А на главной площадке у Монумента Победы сегодня прошла репетиция. В День Победы почти 800 артистов создадут особую памятную атмосферу. На следующей неделе начнется установка технического оборудования, трибун, светодиодных экранов, бэкстейдж главного майского праздника у Юлии Токарь. Цветущий майский сад уже в Минске. Проспекты победителей независимости в буквальном смысле утопают в яблоневом цвету. Вокруг художественные инсталляции в честь Великой Победы. Мы видим уже украшения на двух центральных проспектах. Там с применением пилонов нового дизайна. Мы сегодня видим на проспектах и на каркасных улицах малые формы, которые используем ежегодно. Но, как я всегда говорю, что это наши малые формы всегда приобретают какие-то свои новые очертания. Настроение создает новое убранство. Светодинамические конструкции, флажки, арт-инсталляции. На Октябрьской площади ретро-вернисаж с фотографиями весны 45-го. А на фасаде педагогического университета самое большое панно, монтаж которого уже завершился. Символично, что главная цифра состоит из 9 тысяч шелковых лоскутков. Уже в эти выходные здесь начнется монтаж звезд Победы. Три арт-объекта высотой 5 метров будут расположены на ступенях у обелиска. В ночное время конструкции будут светиться тысячами светодиодов, создавая эффект алмазных звезд. Размеры позволяют сфотографироваться на фоне звезды. Внутри будет светодиодная подсветка. Днем они будут красного цвета сами по себе выделяться. А в ночное время за счет подсветки будут смотреться эффектно. Вот это наша новая разработка нашего конструкторского бюро. Военные зарисовки от хореографических коллективов, слаженный марш у роты почетного караула пока идут репетиции. А 9 мая более 800 артистов у монумента Победы создадут особую памятную атмосферу. Здесь утром состоится церемония возложения венков и цветов к монументу Победы на этой площади, которая является символом мужества, символом героизма и символом Победы. Вечером в этот же день на этой площади пройдет телепроект Площадь Победы 2018. В третий год подряд этот проект реализуется на этой площади. Трансляцию главного действия в режиме реального времени будет вести Белти радиокомпания. Для передачи яркой и живой картинки высокого качества команда главного медиахолдинга страны задействует мощнейшую передвижную телевизионную станцию. Задействована здесь наша лучшая ПТС, сильнейшая Александринан. Задействуем здесь 10 камер, 3 телевизионных крана, стадикам. Ну, в общем-то, и все. Я думаю, что постараемся обеспечить наилучшее качество картинки для наших зрителей. Торжественная церемония у Вечного Огня только старт Дня Победы. На праздничной карте несколько десятков локаций в каждом районе Минска. Герои превратились в одну большую концертную площадку под открытым небом. Расскажите, где что будет происходить? В Песон и весь город действительно будет влечен в праздничные мероприятия. У Дворца Спорта развернется традиционная площадка, на которой будет помимо эстрадных и культурных номеров проходить турнир традиционный по селовому экстриму. Также в этот же день состоится уже ставший традиционный забег отважных в Парке Победы, который вызывает большой интерес и у городских жителей, и у гостей столицы. И думаю, что каждый найдет в этот день себе мероприятие по интересу. И, безусловно, самое главное, наверное, не только отдохнуть, но и вспомнить наших дедов и ветеранов. Под занавес праздника ночное небо столицы озарят искры салюта. Победные огни будут видны в пяти точках города. Юлия Токарь, Николай Рузавин и Денис Гатило. Агентство Теленовостей.